На этой неделе в районной администрации прошло рабочее совещание с главами поселений по вопросам передачи полномочий по архитектуре и градостроительству. Также были рассмотрены вопросы о муниципальном земельном контроле и выполнении мероприятий по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наши корреспонденты пообщались с начальником районного управления архитектуры Алексеем Андрусенко, который рассказал, как в скором времени изменится работа этого ведомства. С этого года изменено законодательство в части полномочий по архитектуре и земельному контролю. Если раньше для решения этих вопросов жители обращались в поселенческую администрацию, то теперь будут приезжать в районное управление. Что принесут изменения жителям? Насколько им это будет удобно? Было принято решение краевой администрации о централизации полномочий в муниципальном районе. В связи с этим все полномочия из сельских поселений перешли к нам в управление архитектурой. Я считаю, что это, конечно, удобно. Это, в принципе, было и раньше, до распределения полномочий по местам. То есть все это централизовано. Люди теперь могут обращаться непосредственно к нам в управление в одно место для решения всех необходимых вопросов, которые касаются области архитектуры. С возложенными на меня обязанностями, как главный архитектор района, несу полную ответственность за организацию процесса передачи полномочий и оказания всех муниципальных услуг, которые будут оказываться в нашем управлении. На какой стадии процесс передачи полномочий сейчас? На сегодняшний день управлением подготовлены все административные регламенты для оказания муниципальных услуг, которые будут оказываться нашим управлением. Разрабатываются графики приема граждан с администрации сельских поселений нам передаются все документы, которые находились в стадии подготовки. То есть были ранее выданы разрешения, но те объекты, которые будут вводиться в эксплуатацию, то есть, соответственно, документация должна находиться у нас для завершения подготовки документов. Для организации работы сейчас принято решение о создании нового отдела у нас в управлении, который будет непосредственно заниматься подготовкой разрешительной документации. Он и будет так называться отдел градоставительного развития и подготовкой разрешительной документации. Скажите, по каким конкретно вопросам теперь к вам в управление смогут обратиться жители района? Наше управление теперь будет оказывать следующие муниципальные услуги. Это подготовка и выдача разрешения на строительство, подготовка разрешения на ввод и эксплуатацию объектов, подготовка градостроительных планов земельных участков, выдача разрешений на условно разрешенный вид земельного участка и выдача разрешений на отклонение от предельно допустимых параметров разрешенного строительства. Также будут подготовлены заключения для получения второй части материнского капитала. Это те 6 муниципальных услуг, которые определены реестром оказания муниципальных услуг в области градостроительной деятельности. Также будут проведены заниматься внесением изменений в всю градостроительную документацию, которая была раньше разработана в сельских поселениях. Это генеральные планы, правила землепользования и застройки населенных пунктов. Также нормативы градостроительного проектирования местные. Сейчас разработаны уже районные нормативы градостроительного проектирования, которые будут утверждены на ближайшие сессии района. Также уже разработан график приема граждан в поселениях непосредственно специалистами управления архитектурой. То есть ежемесячно будет организован выезд на место, где будет организовываться также прием по всем интересующим вопросам, либо прием документов для оказания муниципальных услуг. А планируется ли, чтобы вы выезжали непосредственно на территории поселений? Плановые выезды будут организованы по графику, это ежемесячно. Но внеплановые в любом случае будут защищаться выезды по обращениям граждан, по жалобам, поступающим в управление, либо в местные администрации. Для этого тоже у нас есть договоренность с главами о том, что все поступающие вопросы будут также направляться нам для отработки, и с выездом на место будем все это рассматривать. То есть внеплановые выезды будут, это работа с самовольным строительством, работа по вводу жилья в эксплуатацию, то есть плановые объезды внеплановые, которые будут, соответственно, приносить свои результаты. Когда это будет? Каков окончательный срок? 3 февраля будет проведена районная сессия депутатов, на которой будет утверждено новое положение, новые функции управления для ошелья вышеуказанных полномочий. И, соответственно, в феврале месяце жители уже могут обращаться к нам в управление за всеми муниципальными услугами. Все эти действия, я уверен, что приведут к улучшению обслуживания качества населения, то есть так как это будет все централизовано, все муниципальные услуги будут оказываться в срок в соответствии с утвержденными регламентами оказания муниципальных услуг. Поэтому проблем я не вижу по обслуживанию населения и предоставлению всех необходимых документов для граждан.